Здравствуйте, гости и уважаемые подписчики моего канала. Я сделаю расклад на Элизу Лэм из Ван Кумера. Я хочу разобраться, что же всё-таки на самом деле произошло с девушкой. Через карты Таро я пойду по её следам. Первое, что я буду смотреть, это кем она была, как она себя ощущала, чем она интересовалась, её цели. Как себя Элиза чувствовала незадолго перед смертью? Как она видела людей? Что с ней происходило в последние часы перед смертью и причина, которая привела к смерти? Кем была Элиза? Чем она интересовалась? Чем или кем? Какие были у неё цели? Как она себя чувствовала? Как она видела людей? Что с ней происходило в последние часы перед смертью и причина смерти? Я открываю все позиции и рассказываю. То, что я здесь вижу, она была сомневающимся человеком, она сомневалась в своей успешности, она сомневалась в своей привлекательности, она не могла найти контакт с миром, она не могла выстраивать гармоничные отношения с партнёрами, она была склонна к симбиотическим отношениям, потому что она не могла найти контакт с окружающим миром, она испытывала внутреннее напряжение внутри себя. Ей, конечно же, хотелось найти человека, который бы её понимал, который бы её повлёк за собой, заинтересовал. Ей хотелось расширить свой кругозор, и в то же время у неё отсутствовала цель, и она как будто бы раздвоилась. Один человек внутри неё её тянул в одну сторону, другой человек внутри неё тянул её в другую сторону. Элиза Лэм была сложным человеком. Чем она интересовалась? Здесь карта «Верховная жрица» — это всегда бессознательное то, что человек не может осознать. Возможно, она пыталась разобраться в своей психологии, в своей психике. Возможно, у неё также были какие-то писательские способности. Она интересовалась литературой, она, возможно, много писала. Она пыталась понять смысл бытия. Возможно, у неё даже был интерес к тайным знаниям. Её что-то внутри как будто беспокоило. Состояние было тревожности, волнующее состояние. Именно состояние тревоги от неопределённости. Её был интерес познать себя, найти причину своего такого состояния. Она могла интересоваться медициной и также нетрадиционной медициной. Какие же у неё были цели? Она хотела любви, она хотела гармоничных партнёрских отношений. Она очень хотела быть любимой и кому-то быть нужной. Как она себя чувствовала? Это старший аркан башни. Это говорит о том, что человек был склонен к саморазрушению. Иногда на неё накатывала агрессия. Также у неё была переоценка своих сил и своих способностей. У неё была гордыня и она могла проявлять грубость. Всё равно была тенденция к саморазрушению, либо же к разрушению вокруг себя. Была амбициозная девушка. И чувствовала она себя подавленной. Она сама мучилась от этого состояния. Возможно, это состояние также сопровождалось тем, что у неё в жизни был разрыв. Разрыв с человеком, который ей был дорог, который ей был любим. И вот этот неожиданный разрыв на неё влиял саморазрушающе. Как она видела других людей? Опять-таки это старший аркан. Влюблённые. Знаете, вот хочется сказать словами песни. Все подружки по парам в тишине разбрелись. Только я в этот вечер засиделась одна. Она видела, что вообще до неё никому нет никакого дела. Она чувствовала себя одинокой. Одинокой она была. И она испытывала зависть к тем парам, которые были вместе. И не обязательно, что эти пары были молодые. Ей было одиноко и плохо от того, что она никому не была нужна. Она чувствовала большую потребность в том, чтобы быть любимой. И именно через эту призму неудавшейся любви, безответной любви, она смотрела на других людей. Она видела людей, что все любят, но до неё нет никому никакого дела. И она хотела, чтобы она была нужной. Она была, кстати, открыта довольно-таки в общении. Она не была замкнута. Она легко знакомилась. Но не все её принимали в свой круг. Она как будто бы всегда была третьей лишней. Так же ей хотелось двигаться, путешествовать, находиться в дорогах, в поиске себя и своей любви. Опять-таки, смотря на других людей, как они проводят время. Что с ней происходило в последние часы и причина её смерти. Вот эта карта, это прежде всего говорит переход из одного состояния в другое, её добровольное решение. Карта умеренность, это всегда обозначает утопленник, причина её смерти. У неё был внутренний импульс, который ей двигал. Который ей говорил, иди, беги. Опять-таки, возможно, она в каком-то таком стрессовом состоянии находилась, в состоянии саморазрушения. И этот внутренний импульс её толкал на какие-то действия, которые она не осознавала. Потому что она находилась под влиянием чего-то неосознанного. То, что она не могла осознать, что с ней происходит. Я смею предполагать, что и люди, которые её окружали, её родные, близкие, также не понимали, что с ней происходит. Возможно, ей даже неправильно ставили диагноз и лечили её неправильно. Потому что по всему этому раскладу я могу сказать, что девушка была психически не совсем здорова, мягко говоря. У неё была тенденция к саморазрушению. И здесь только я вижу, что человек находился в каком-то таком состоянии, когда он полностью не отдавал своим действиям отчёт. Но был вот этот внутренний импульс. Возможно, это какие-то были её страхи. Но, опять-таки, это желание какого-то путешествия. И в тот момент она представляла, что она будет путешествовать именно по воде. Потому что мы видим на карте лодочник, который перевозит через реку людей. Вот ей как раз-таки и хотелось вот этого путешествия, какого-то освобождения от чего-то от гнетущего. Ей хотелось снять вот это напряжение, это уход от напряжения из вот этой зоны напряжения. И вот этот внутренний импульс её толкнул к тому, что она утонула. Я не вижу здесь, чтобы кто-то был, кто ей мог бы причинить физический вред. Я здесь вижу только человека, который не отдавал себе отчёт, что он в данный момент делает. От чего произошло это? От того, что она была одинока. От того, что, по сути, она никому не была нужна. Всё в этой жизни не просто так. И когда ребёнку даётся определённая болезнь, помимо докторов, лекарств, самое лучшее лекарство – это любовь. Настоящая любовь и забота. Но это титанический труд. И ей хотелось девушки любви. Ей хотелось именно вот того счастья, которое есть между мужчиной и женщиной. Встретить своего любимого человека. Чтобы этот человек повёл её за собой и принял её такой, какая она есть. Чтобы этот человек восхитился её богатым внутренним миром. Да, она была непростая. Она была очень компризная, амбициозная и склонна к агрессии. Если вам есть что-то добавить к данному раскладу, напишите свои, пожалуйста, комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.